Хотя последний торговый день в этом году все еще продолжается, можно с уверенностью сказать, что у американских акций был отличный год. Основная причина роста заключалась в том, что Федеральная резервная система США изменила курс монетарной политики и снизила процентные ставки, а отрицательные ставки в других странах перенаправили денежные потоки в США. Давайте немного углубимся в детали. Все три основных фондовых индекса США выросли более чем на 20% за год, однако индекс Nasdaq показал лучшую динамику, прибавив 36% за год. Это максимальные темпы роста с 2013 года. Индекс высокотехнологичных компаний зафиксировал самый длинный период роста с июля 2009 года на прошлой неделе и впервые поднялся выше отметки в 9 тысяч пунктов. Перспектива перемирия в американо-китайской торговой войне и надежда на разрешение Брекзита вызвали волну оптимизма на рынках в последние недели. Другим драйвером роста стало недавнее решение ФРС провести инъекцию ликвидности рекордных масштабов, в ходе которой руководство Федрезерва пообещало выбросить на рынок 500 млрд долларов – своего рода неочевидный стимул. Индекс S&P 500 также показал уверенный рост, прибавив 29% в течение года, что является лучшим показателем с 2013 года. Среди акций компаний, входящих в состав индекса S&P 500, лишь 57% имели отрицательную доходность. Между тем, индекс Доу Джонса вырос на 22%, показав лучший рост за последние два года. Среди лидеров роста – бумаги Apple, которые с начала года подорожали на рекордный 84%. Посмотрим на динамику акций производителя айфонов. Год начался неудачно для Apple, когда акции компании упали в цене на 10% в январе. Apple снизила прогноз продаж в то время. Акции снизились на 39% по сравнению с историческим максимумом. В течение следующих семи месяцев цена восстановилась с минимумов и теперь торгуется по 291,52 доллара за акцию. Apple стала для инвесторов хорошей инвестицией в 2019 году. Говоря о провалах, акции Gap, Macy's и Curl показали худшие результаты в 2019 году. Эксперты дают рекомендацию Underweight по акциям Gap, которая означает слабые перспективы бумаги по сравнению с сопоставимым отраслевым сектором. Целевой уровень цены – 14 долларов. Максимальный уровень цены за год – 31,39 доллара. Акции компании Gap потеряли 30,82% за 2019 год. В компании сообщили о двухпроцентном снижении выручки и двузначном снижении показателя EBITDA. Прибыль снизилась, что вызвало тревогу на рынке. В целом, сценарий на 2020 год заключается в том, что фондовый рынок США продолжит рост, так как участники рынка убеждены, что ФРС пока оставит процентные ставки на прежнем уровне, кредитные рынки здоровы, американский потребитель силен, а некоторые из основных препятствий в 2019 году стали благоприятствующими факторами.